Приветствую вас. По общему правилу я могу сказать вам, что если ребенок видит в своих родителях врагов, то это означает, что родители очень много внимания уделяли именно ему. То есть они чересчур много уделяли внимания ему и чересчур мало уделяли внимания себя. Довольно редко возникают истории, когда ребенок видит в родителях врагов, если они, родители, живут своей жизнью или жили своей жизнью. Да, отношения, конечно, не лучшим образом складываются в такой истории, в такой ситуации. Вот, не лучшим, не лучшим образом. Но, по крайней мере, врагов никто друг в друге не видит и, в общем-то, все получается довольно, не плохо, довольно ровно, скажем так. Вот. А здесь же у вас, по вашему описанию, получается так, что видит сын в вас именно врагов, а это значит, в свою очередь, что он не чувствует себя, к примеру, да, он не чувствует себя свободным, он не чувствует себя самостоятельным и он, самое главное, ну, наверное, боится, да, он боится. То есть он не чувствует себя в безопасности, возможно. Вот. Вот. Ну и, соответственно, вопрос, который вам нужно задать в первую очередь, да, это то, как давно сын видит вас врагов. Что, собственно говоря, произошло, да, то есть почему он видит вас врагов, вот, как давно он видит вас врагов, и как это выражается, вот, ну, конкретно, как это выражается, что он видит вас врагов. А дальше, значит, насколько сильно вы, скажем так, были заинтересованы в нем, а насколько сильно, скажем так, вы, ну, уделяли, например, внимание ему, насколько сильно вы для него старались, вот, насколько сильно вы для него решали. Ага, сейчас самое лучшее, самым лучшим для вас решением, вместе с отцом, будет сказать своему ребенку, что, аааа, ты прав, мы действительно были не лучшими, для тебя родителями, ты прав, мы действительно там, ну, наделали много ошибок, вот, совершили много ошибок, ааа, ты прав в этом, ааа, значит, соответственно, прости нас, пожалуйста, обмени, мы больше вдвою в жизнь не вмешиваемся. Вот, если тебе будет что-то нужно, да, там, попроси, обсудим, там, поговорим, и, собственно, все решим. Вот, я полагаю, что, эээ, вот для вас это, ну, был бы самый оптимальный вариант, я не знаю, честно говоря, эээ, готовы ли вы к этому, да, то есть будете ли вы так делать, не будете ли вы так делать, вот, вот, на мой взгляд, эээ, ну, на мой взгляд, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Нет. Вот. Но, опять же, я не знаю, будете вы так делать или нет, но если говорить о том, что именно делать вам, да, то вот именно это, именно это, именно это то, что вы можете делать. Вот. А другой вопрос? Другой вопрос. Что дальше? По факту. Вот. То есть, а что дальше? Дальше вам нужно просто больше заботиться о себе, на самом деле. А дальше вам нужно просто больше внимания, времени уделять именно себе. Вот. И, соответственно, сделать так, чтобы ребенок не чувствовал, что вы на него давите, что вы от него чего-то ждете и так далее. Возможно, какое-то время придется вам не общаться. Я понимаю, что это не так легко, я понимаю, что это достаточно сложно для вас будет, но, тем не менее, если вы хотите, чтобы сын окончательно вас возненавидел, если вы не хотите, чтобы сын вас возненавидел окончательно, то решение, на мой взгляд, должно быть принято именно таким. Вот. Пусть он увидит, что вы занимаетесь собой, пусть он увидит, что вы действуете так, как хотите, пусть он увидит, что вы, ну, стараетесь, стараетесь, свою жизнь, значит, как-то обеспечить, да, что вы стараетесь как-то свою жизнь обустроить, вот пусть он это увидит, пусть он это прочувствует, пусть он это ощутит, вот пусть он в этом уверится и, соответственно, спустя какое-то время, да, вы можете уже будет, вы уже сможете, значит, спросить у него, как дела и, соответственно, что он, что у него происходит, вот, ну, то есть вы можете, вы сможете у него поинтересоваться, как он, вот. Вот, мне представляется история именно вот такой, именно так мне представляется история и, как бы, больше информации вы никакой о себе не предоставили, поэтому, соответственно, будет достаточно сложно и непросто вам дать какой-то еще, какой-то еще обратный связь, да, какой-то еще рекомендации, потому что очень мало о вас известно, вот, но я предлагаю, что сын, это то, как поведет себя, то есть ваш ребенок, это отращение вас и, соответственно, и, коль скоро вы проведете себя в гармонию, коль скоро, то тем быстрее ребенок перестанет видеть вас врагу, на самом деле так, тут все просто в этом смысле, вот, и напрямую зависит от вас, потому что вы, ну, вы, вы родители, вот. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...